У нас в стране и не только, она значит как день провозглашения независимости Латвии. Так что других как бы обозначений эта дата уже никогда не будет иметь. Ну вот согласно недавнему опросу, для половины жителей Латвии, даже больше, эта дата не значит ничего. Скажите, вам не обидно? Вы знаете, мне очень обидно даже, но не за саму независимость. Дело в том, что я когда-то закончил вечерний университет марксизма-ленинизма и даже с отличием. И мне было известно выражение Отто Бисмарка о том, что революцию планируют гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются и к власти приходит ничтожество. И вы знаете, тогда мне казалось в дни Атмады, что это правило может и должно иметь исключение. К великому сожалению, сегодня я констатирую, что Отто Бисмарк был прав и в отношении революционных перемен в нашем государстве, в Латвии. Через суд я получил гражданство. Вы понимаете, не то, что они обманули тех, кто вот вас, русских или этих самих. Они меня, латыша исконного. Я больше латыш, чем Горбуновс, чем Андреевс и всех прочих, генетически. И даже по этому признаку, у моего деда земля в Алуксне была, ну дай же гражданство этому латышу, который голосует за независимость. Так нет, вы понимаете, иди добивайся в суде. Ну как раз таки вопрос, вот по вашему, чего Латвия добилась за 21 год независимости? За 20 лет она потеряла свою независимость. Я имею в виду экономическую независимость. И сегодня говорить о независимости просто немножко наивно. Но вы знакомы с результатами и с сообщениями прессы. Ну, скажем так, сегодня вот было недавно сообщение, две трети земель Латвии проданы иностранцам. И этот процесс продажи продолжается. Банковская система независимой, так называемой независимой Латвии, принадлежит иностранному капиталу. Мы знаем, что за годы независимости разрушена система здравоохранения. Ее очень трудно будет восстановить. Я представитель врачебной династии. Мои родители были врачами. Мои дети врачи, мои внучки тоже имеют высшее медицинское образование. И тогда, в те годы, когда мы боролись за независимость, я представить себе не мог, что мои внучки сегодня будут интенсивно изучать финский, норвежский язык, потому что практически... Чтобы уехать из Латвии? Чтобы уехать из Латвии. Ну, как это можно было себе представить о том, что мы дойдем до вот таких итогов? И сейчас мы ликвидировали свое производство, если говорить не только о здравоохранении. И у нас есть такие неприватизируемые объекты. Ну, Латва Энерго, Латвия Смежи. И вы прекрасно, видимо, тоже в курсе сообщения о том, что уже рассматривается вопрос о их приватизации. О целесообразности их приватизации. Ну, а как же иначе расплатиться? Вот 7,5 миллиардов евро долга. Мы никогда не расплатимся, и ни проценты, и ни долг не отдадим. При такой организации экономики. Ну, когда рушится здравоохранение, когда на него нет средств, мы тратим миллионы латов в год на то, чтобы оплачивать четыре натовских истребителя, которые охраняют наше воздушное пространство. Ну, это же немножко, как сказать, детский вариант, потому что если уж мы планируем и прогнозируем войну с Россией, то эти четыре натовских истребителя, по-моему, это просто смешно надеяться на их могущество. То есть, по замыслу нам на помощь придет НАТО? Вы знаете, НАТО и, так сказать, Соединенные Штаты Америки под флагом помощи в восстановлении и в создании демократии сейчас устроили уже столько войн. И я имею в виду и Ирак, и Афганистан, и Тоскливие, и уже этот процесс, видимо, он нескончаем. Надеяться на что, вот эта агрессивная супердержава, ну, скажем, будет помогать маленькому нашему государству, это тоже, с моей точки зрения, какая-то наивность. Но вот вернуться, если действительно к нашему государству, вы считаете, что ваш тот выбор в 90-м году, 4-го мая, был правильным? Я не вижу, что всегда виновата независимость. Я не хочу на независимость, как бы сказать, обрушивать свой гнев и свои возражения. Но дело в том, что вот так случилось, что независимость совпала тем, что к власти пришли, если не ничтожество, то люди, которые не выдержали испытания медными трубами и деньгами. И вы знаете, что у нас сегодня страна, которая идет по уровню коррупции, ну, впереди всей Европы. Мы обрели независимость 20 лет назад, и за 20 лет, получается, мы эту независимость потеряли. По-вашему, как будет развиваться страна дальше, например, в ближайшие 10 лет? Ситуация, я думаю, будет не из простых, потому что мы должны вернуть себе независимость. То есть это может быть какой-то новый вариант, какой-то атмады. Но я думаю, что может ситуация поменяться в нашу пользу и в том варианте, что мы прекрасно знаем, что мир все-таки должен быть многополярным. И процессы, которые происходят в мире, я думаю, приведут к тому, что Евросоюз так же распадется, как распадались некоторые другие супердержавы. И на фоне этого распада мы сможем вернуть опять к себе независимость. И с надеждой, что в это новое, будущее время к власти придут люди, которые будут думать о своей стране, о своем государстве, о своем народе. Есть три кандидата на пост президента сейчас, по крайней мере, из тех, кто называется. Это Валди Затлерс, Ингуна Судроба и Айвер Лембергс. Вы считаете кого-то из них достойным? К отношению Валдеса Легоныча Затлера я скажу, что это мой коллега, и я знаю его как хорошего врача. Что касается господина Лемберга, я знаю, что в Энспилсе есть очень много таких добрых и начинаний, и дел в пользу города. Но что касается деятельности Ингуны Янны Судробы, то я очень положительно отношусь к ее стремлению как-то в борьбе с очень злостным врагом в нашей стране, в борьбе с коррупцией. И сегодня я бы отдал предпочтение Ингуне Судробе. Вот это мое личное мнение, да, потому что я когда-то работал в комитете партийно-государственного контроля Латвийской ССР, потом был членом комитета народного контроля Латвийской ССР, и у нас был руководитель комитета Элмар Карлович Беман. И вы знаете, он был с одной стороны руководитель комитета народного контроля, а с другой стороны секретарем ЦК КП Латвии. То есть в нем была сосредоточена и партийная власть, и он был еще, по-моему, ну да, и государственная власть. И он мог что-то сделать. Вот на сегодняшнее положение Ингуны Судробе, она может вскрывать недостатки, но у нее нет власти их, как сказать, побороть. И мне казалось, что она доказала свою честность и свои возможности. Единственное, что меня смущает, что должность президента в Латвии, она, в общем-то, как бы сказать, немножко декоративная, и она представительская. И даже такой честный человек, как Ингуна Янна, вряд ли она, вот, получив такую власть, сможет очень радикально изменить ситуацию. Ну что ж, спасибо вам за интервью. Мы были в гостях у бывшего депутата Верховного Совета Латвийской ССР, Латвии и депутата Сейма Виктора Каунберса. Спасибо. Спасибо вам.